Вспомнил, что Джигарханян вас называл сыночкой, да. Сыночка. Он не только меня, он многим, и не особенно. Да. Сынок, ты что делаешь? Чаек пьешь? Пью. Кассиан Домианович. Значит так. Допивай спокойно чаек и бегом ко мне. И сейчас он иногда позванивает мне, или я ему позвоню. Он говорит, сыночка, надо приехать в Улан-Удэ, сыграть спектакль. Маленькие трагедии Пушкина. Моцарт-Сальгири. Естественно, в Сальгири я Моцарт. Я не могу, Армен Борисович, дело в том, что у меня там вот этот сыночка. Надо приехать, помочь старому армянскому артисту. СМЕХ Потому что он меня уловал. Я смотрел, прилетел на перекладных, доехал на это, и приехал в шесть часов вечера в Улан-Удэ, в драматический театр. И мы с ним встретились. Он говорит, как я тебя люблю, сыночка. Ты себе представить ему, что ты сделал такой поступок. Давайте текст повторим. Мы не играли лет пять. Он говорит, как Катя, расскажи. Он обожал мою жену, он просто любил ее. Катя, как? Катя, хорошо. Ну-ка, что она? А Ника, как? И давайте текст повторим. А он говорит, сцена напомнит. СМЕХ Знаешь, она такая. Вот как-то мудро, так, аксакально. СМЕХ Ну что, музыкант, доигрался. Действительно, он говорит, я говорю, как будто мы ему только вчера играли. И вот настало время, когда нужно отравиться, значит, мне, уже он налил яд, я выпил, и начал умирать на кресле. Армен Борисович сидел на противоположной стороне, и он должен огромный монолог проползти по сцене на коленях, понимая и рассказывая, что он натворил, что уже непоправимо. А я всегда знаю, когда мои партнеры, очень мне любимые, такие, как Джиграханян, Таня Васильева, когда они забывают текст на сцене, Таня начинается наивные глаза, порожение глаз. Она улыбается, все радуются в зале, а я нет. Потому что я знаю, что за этим будет молчание. Она не скажет ничего. И мне приходилось то. А Джиграханян наоборот. Когда он начинал это делать, я понимаю, что он тоже ничего не скажет. И вот он начал ползти по сцене и... Ничего не говорит Сальери. Просто. А я умираю. Я же не могу там приподняться, что-то сказать. Что с тобой, сынок? Уж не приболел ли? Ну, может, выпил вчера? А что? И такое бывает? А? Да нет, Касьян Томьянович. Я здоров. И заканчивался текст, когда как будто страдавший член отсек. Это музыка. И он мне в колени клал голову на колени и рыдал. А так как он нервничал, он промазал. Он упал не на колени, а на одну. СМЕХ Я последний сделал. СМЕХ 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 За отличное выполнение задания президент повысил вас всех на одно звание. СМЕХ А вас сразу на шесть. СМЕХ СМЕХ Знаете, вас ведь до сих пор помнят в театре образцов и вас, и Катю. И они просили вам это передать. Сказали... Какой-то Дед Мороз. СМЕХ Сказали, что это... Редко сказали мне вот их значок. О, потрясающе! Это значок... Да. Это символ театра образцового. Да, значок театра образцового. Это здорово. Огромное спасибо за беседу. Спасибо. И по традиции мы дарим альбом, который мы собрали. Здесь оставлены страницы, потому что Тимофей-то растет. И еще будут другие фотографии при нашей следующей встрече. Я хочу, чтобы вы посмотрели, возможно, какие-то фотографии вы не видели. Это художественный фильм про меня сняли, что ли? Вы документы видели? Сподобил Господь. А вот бабушка Маша, вот она. Она меня очень любила. Она меня называла Мой. Мой. Где мой-то? Мой-то. Мой-то пришел. Или Кобиль Шараухи. СМЕХ Вот мы с Катькой. Это Катерина. Это портрет у нее на могиле. Хорошая очень. Спасибо. Снимок. Вот это бабушка Софа. Когда я пришел к Кате жить, Катя призналась, что она любит меня. И вот все. А родителям пока она не говорила. Она боялась их. Вот как не успела одна пожить, как завела себе мужика какого-то. Кукольник. А бабушка, естественно, она жила здесь. Ну, раз он такой цацца, пусть живет. СМЕХ А я пошел молча развернулся, хлопнул дверь и ушел. Ну вот, значит, всегда ты... Она с ней ссорилась. Говорит, всегда ты так. Вот он ушел из-за тебя. Цацца, ну что ты такое говоришь? Он мне уже не вернется. Ты всегда мне мешал. Крики, вопли, крики. Она говорит, не беспокойся. Если он ушел, не вернется, нам такое не нужно. Я через секунду пришел. Я прошел за вином. СМЕХ А вот Ники 25. Она совершенно разная. Вот сейчас она все больше и больше напоминает Катю. А это вот Катя Паша Акинкин. Это мой зять. Это Ники Морк. Блистательный артист, музыкант. Катя Тимофея. Да. О, это мой папа. Папа? Вот отец. Вот я. А есть, да, от папы что-то? А у тебя есть брат или сестра? Сестра. Вот она, Марина. Абсолютно не славянская внешность. Нет. Какие-то там арабы были. Ой, смешно, да. Весхой был красивый. Красивый. СМЕХ Тебя полюбила? Да не то слово. СМЕХ А вот усы, усы, усы. Вот эти усы, которые я говорю. Песняр. Это вот тот спектакль, на котором я умер. Мы с Ташей Феклистовым играли, с Таней Васильевой. Это Олечка Прокофьева. Кстати, она будет играть в новом фильме. Будет играть в новом фильме. Будет играть в мою любовь. Да, в которой тебя будет работать. Ты тоже найдешь кого-то там? Кого? Я замужем уже за Валерию Афанасьевым. А ты все-таки остаешься с Валерой? Валерий остается в кино? Да. А-а. А разве нет? Нет, ну у вас как-то там что-то... Какие-то перипетии будут там, да. Будут, наверное. Буду ходить, переходить. Ой, поиграем. Спасибо.